Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и я очень рада видеть всех у вас здесь. На самом деле, давным-давно, у меня уже давно было в планах записать такое видео, чтобы можно было с вами как-то поговорить, чтобы с чем-то поделиться, и это такой своеобразный влог, только без камеры, с которой можно ходить по улице, разговаривать, показывать, но это тоже все будет в будущем. И хотелось бы также ответить на некоторые вопросы, которые вы часто задаете. Почему я не отвечаю ВКонтакте, да, допустим, причем не отвечаю, ну, быстро, так скажем. Ровно половина этих людей, она смотрит все выпуски, которые я снимаю, она смотрит, ну, по крайней мере, следит, наверное, за ними, я не знаю, потому что вопросы часто там сыпятся, что там из серии, там, о, классные тачки были в видео, там, или что-нибудь еще в этом роде. Ну, в общем, вопросы были по теме, как всегда. Да, поэтому я просто физически не успеваю отвечать на вопросы, и если кто-то хочет о чем-то поговорить, давайте поговорим, и я только за. Если честно, я люблю такую движуху, и люблю такой фидбэк, так скажем, вот. И с удовольствием, конечно же, с вами поговорю. Потому что я как-то считаю, что если людям ты нравишься, да, твои видео, если они там не только ставят лайки, да, если они в курсе о каких-то таких твоих движниках, то почему бы этим людям не подарить тоже свое время? Ну, пусть его на каждого человека не так много будет, как хотелось бы, но оно будет. Почему я так мало снимаю тегов тоже? Это не в коем случае не ответы на вопросы, потому что они будут отдельные, я хочу отдельным видео это запустить. Почему я так мало снимаю тегов? Вы знаете, я не думаю то, что нужно снимать так много тегов, вот честно, и засорять контент. Ну, не знаю, знаете, когда у меня совсем не будет времени, например, там что-то придумать, то, конечно же, я сниму тег. Как-то вот так, скажем, я выкручусь, наверное, сниму тег, и все будет. Также меня очень часто спрашивают на тему того, например, почему ты так много показываешь видфест, да? Ну, например, я знаю много людей, которые хотят посмотреть, что там было, потому что большая часть людей не видела того, что видела я. Почему бы не поделиться видео с, ну, например, с теми же людьми, которые стояли далеко от сцены, да? Почему бы не показать им то, что было в момент выступлений групп, да? То, что было на фотосессиях, потому что кто-то не получил свои там автографии, фотографии. В общем, что вот такого, в конце концов? Ну, лично я не вижу ничего в этом плохого, так как все-таки, тем более, что канал-то мой, и я считаю, что мне показывать, да, там, ну, что-то снимать. Ну, поэтому, извините, ребят, буду показывать private fest, и, по крайней мере, у меня еще есть выпуски. На самом деле, мне бы хотелось снимать какие-нибудь скетчи. И хотелось бы снимать, наверное, какие-нибудь такие трешовые, чтобы был хардкор, то есть какая-нибудь жесть, потому что на самом деле очень много миловидных... Сейчас, подождите, у меня комар меня укусил, нога чешется. Сейчас, сейчас. Очень много миловидных, очень много атмосферных видео. Я ничего не хочу сказать, что атмосферные видео – это плохо. Это прекрасно атмосферные видео, но... Иногда не хватает вот такой вот изюненький, чтобы... Нифига себе! Вот такого не хватает, это я вам честно скажу. Поэтому хотелось бы снимать какой-нибудь трешачок. И поэтому мне бы на самом деле еще людей найти, да, вот для этого. Потому что в голове задумок-то много, что можно было отснять. Что я еще хотела вам рассказать? Хотела рассказать то, что я ездила в Дом-2. Отдельная история. Просто отдельная история. На самом деле нас пригласили, потому что я еще часто снимаю другие вещи для других публикаций, то есть из моей фотографии. Хотя это громко сказано, я не фотограф. Чтобы сразу не думали, что-то там такое. Вы знали, что Дому 2-11 лет? Дому 2-11 лет. Представляете? То есть шоу, наверное, самое длительное шоу, которое есть на данный момент на нашем телевидении. Я могу, конечно, ошибаться. Нас пригласили как прессу, как обычно. И я, короче говоря, поснимала все. Вот я, как обычно, все это поснимала, отсняла. И, то есть, ну, получилось, в принципе, неплохо. Что еще? Хотелось бы снимать больше о машинах. Ну, и знаете, что... Ну, я на самом деле очень боюсь. Не то, что боюсь, даже как сказано непонятно. А аудитория может это просто не понять. На самом деле, вот. И... Ну, это как бы канал, он не связан. Это не автомобильная тематика, да. И снимать по машине просто так. Как бы, ну, я... Ну, вот. Я вам показала один ролик. Вечеринка в стиле форсаж. Мне написали две девочки. Даже, наверное, не две. Подождите. Писала мне... Нет, человека четыре, наверное, пять. То, что было прикольно. И им это интересно. То есть, понимаете, когда смотрят шесть тысяч человек. Ну, грубо говоря, да, шесть тысяч просмотров. И только четыре человека пишут, что это интересно. Ну, сами думайте. С ним, как бы, рассказывать про это, не рассказывать. Почему я не снимаю так знакомство? Ну, на самом деле, я снимаю с февраля месяца. Я не считаю то, что это как-то очень долго. Но в то же время я не считаю, что это одно-два видео, да. Обычно снимают так знакомство. Я бы сначала... В общем, ребят, если вы решили заняться серьезной съемкой, то обязательно запомните две вещи. Это свет... И флешка. Потому что в данный момент у меня сейчас закончилась флешка. Мне пришлось сливать на компути. И заново садиться записывать. Потому что я уже не помню, о чем я вам тут говорила, но... Как факт, говорю вам, честно, такой чистый совет. Потому что, на самом деле, я немножко мучаюсь. И флешку я сегодня отдала. Я прекрасно знаю, что у меня плохой свет. Но пока что я ничего поделать не могу. Потому что мы кое-как загнашили на эту камеру, на которую я снимаю. Потому что та очень сильно тарахтела. Мне каждый раз приходилось. Она не то, что оправдывается, а говорит, типа... Ну да, она тарахтит. Ну да, это такой звук. Извините. Это неправильно. Так не должно быть. Если вы занимаетесь серьезно, то вы занимаетесь серьезно. Ни о каких других вещах речь идти не может. О остальных видео я хотела бы тоже с вами поговорить. Такую тему, как... Вернее, такие видео, как холл. То есть покупки. Или мои покупки. Кто их называет. В общем, я не знаю, насколько это мой формат. В данный момент я очень сильно плаваю в жанре. Я очень сильно плаваю в формате, так скажем. В этом мне не хочется давать какую-то надежду. Потому что очень многие люди смотрят конкретно только это. Конкретно только такой жанр. Или такой жанр. Или такой. Но, честно сказать, я купила определенные вещи. Хочу на них снять видео о покупках. Мое первое видео. Оно будет, скорее всего, таким девчачьим. Потому что я такое, как бы, ну, не снимаю. И... Ну, это странно вообще все для меня. Что бы еще хотелось рассказать. Ну, знаете, на самом деле, у меня все ок. У меня все хорошо. В общем, дела идут в своем чередовом. Снимаю видео. Живу радость жизни. Сейчас, на самом деле, утро. Сейчас 5 утра. Вот. Я очень люблю снимать видео ночью. Честно скажу. Тем более, пока что лето. И, как вы понимаете, сейчас у всех каникулы. И, ну, это классика жанра, мне кажется. Лето проводить в съемке. Ну, это видеоблогеры, конечно же, меня поймут. Сколько сейчас белые ночи. Грубо говоря, в Москве они тоже есть. Но это об этом мало кто знает. В Москве есть белые ночи, да. Ну, это... Маленькие очень. Вот. То... Хотелось бы снимать именно в это время суток. Потому что я считаю, что ночью мы откровенны на очень большой процент. Нет, на самом деле, я вот все думаю. А видео о покупках вам было бы интересно или нет? Если вам не лень, хотя я знаю, что многим лень, ну, вы напишите в комментариях внизу. Потому что, ну, я не знаю на самом деле. Я бы снимала, но, с другой стороны, я бы не снимала. Потому что это не мой жанр. В общем, такая вот смотуха, на самом деле. Ну, я вот, знаете, так думаю, что если это видео записывается ночью, значит, оно должно выкладываться под утро. Может быть, создать такой тематический раздел, ну, так скажем. Есть же у той же Маши Новосад, например, чайный влог, да? Вот вы любите смотреть чайный влог, где она садится с кружкой разговаривает. Почему бы не придумать, например... Вот я просто сейчас так думаю. Почему бы не придумать, например, у меня утренний влог или ночной влог? Или вот такие подобные разговоры. В общем, нужно над этим поработать, так же, как и над светом. Потому что свет тут просто... Я так понимаю, то, что начинает уже светать, и мне нужно идти монтировать. И давайте сделаем хорошей традицией вот так с вами общаться. Но на самом деле, если вы будете добавляться все ко мне друзья в ВКонтакте, да, там, и хотя бы раз в неделю нам что-то чёркать, то я буду с удовольствием отвечать. И если вы будете писать свои комментарии здесь, я тоже буду на них на все отвечать. А, вот что хотела вам рассказать по поводу тега. Воздух. Он продолжается. Продолжается по одной простой причине, потому что желающие, они какие-то, знаете, сначала был какой-то такой интерес живой, причём сразу прям пошёл, пошёл, пошёл такой. Потом как-то все притихли. И то, что время тега мы продлили, мне кажется, было, ну, не то что ошибкой, но, наверное, было зря, потому что как-то вот была волна, да, то есть нужно было на этой волне как-то что-то либо делать. Итоги подведём позже. Кстати, скоро расскажу про итоги конкурса. Помните, я вам рассказывала на мыло? И выиграла одна девочка из Санкт-Петербурга. Я не буду говорить, кто она. Наверное, когда смотрят видео, вот. И это видео выйдет, когда будут фавориты Майя. Майя, да, они тоже будут, потому что, я ещё раз говорю, я не успеваю всё это снимать. Информации очень много. Так как хочется иметь представление о каком-то фидбэке, то есть именно общении. Поэтому я очень надеюсь, что с вами найду общий язык и, так скажем, мы с вами, ну, грубо говоря, у нас будет такой какой-то диалог. И этот диалог будет продуктивным. На этой ноте мне очень хочется вам пожелать хорошего утра. Если кто-то спит, я знаю, что школьники, которые закончили 10 класс, и у них лето, допустим, в их городе, они сейчас... Ну, поняли, да, они сейчас спят. Поэтому я это видео выпускаю рано утром и стану чуточку добрее. Ну, я считаю, что доброта, как бы ни было плохо в жизни, она спасает. Вот честно. И когда ты добрый человек, именно искренне добрый, именно это должно идти у тебя вот здесь вот как-то, ну, из глубины души твоей, то тогда все будет хорошо получаться. Давайте оставим зависть. Давайте, ну, реально смотреть широко на мир. Потому что мне кажется, что злые люди, их мир, он вот такой вот. Очень рада была с вами пообщаться. Я действительно записываю свое первое разговорное видео за 4 месяца. 4 месяца. Бла-бла. Я вас всех очень люблю, ценю, и давайте встречаться чаще из-за вот такими вот разговорами. Я постараюсь максимально чаще снимать видео, потому что, ну, мне понравился этот разговорный жанр, и я надеюсь, что они будут, ну, такими небольшими на 6-7 минут. Поэтому давайте прощаться. Я вас очень люблю, очень ценю, и до скорой встречи. Всегда ваша, кроме Наташи. Пока.